Эй, мужчина! Помоги прицепиться! Я сдамся! А ты дышно приподними! Суй палец! Понял! А-а-а! 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 Всем привет, друзья! Сегодня видео для любителей и владельцев тракторов Т-40. Трактора Т-40, Липецкого тракторного завода, выпускались с 1961 года по 1995 год. Многие сейчас говорят о плохом качестве, которое было в советское время. Но до сих пор эти трактора работают на огородах, полях и приносят пользу своим владельцам. О высокой проходимости трактора можно назвать легенду. Кто имел отношение к этому трактору, кто испытывал его внедорожное качество, те, я думаю, поддерживают меня. Из самых больших недостатков для меня в тракторе Т-40 это все-таки кабина. Она шумная, тесная, не очень хороший обзор. И поэтому многие владельцы стараются переделать кабину или поменять. Целью данного видео было визуально показать, как будет смотреться трактор с различными кабинами. Трактор ЛТЗ-55 сменил на конвейере Т-40. И у него уже стояла намного комфортабельнее кабина. С лучшим остеклением и шумоизоляцией. И первый мы примерим ее Т-40. Это наиболее простая переделка, если имеются все крепления, кабины, педали, рычаги. В общем, дело за малым, только найти такую кабину. Ну и, конечно же, примерим капот от ЛТЗ-55. И, по сути, наш Т-40 превращается в тот же ЛТЗ-55. Для примера смотрим на два трактора. Их практически не отличить. Следующий будет малая кабина от ЮМАЗ-6. ЮМАЗ-6М. Это наиболее распространенная кабина. Ее даже много кто ставит на трактора МТЗ-50. Кабина становится полностью с крыльями, как улетая. И опять же, примеряем различные варианты капоту. Сейчас сравниваем с двумя тракторами. Практически не отличаются. Только получается трактор ЮМАЗ-6. Только уменьшенная копия. Капот ЛТЗ-55 довольно преображает вид. А подобные тракторы с кабиной ЮМАЗ и капотом МТЗ у меня был на обзоре. От старого ЮМАЗ-6. И капот стоит с МТЗ. Классно так трактор сделан. Жалко, опять же, нет времени снимать. Да и уже вечер. Следующий примеряем кабину большую от ЮМАЗ-6К. Шикарная кабина. Такая переделка есть. У Дмитрия заходите на канал. У него есть полная серия по переделке кабины, по установке. Опять же, примеряем различные варианты капота. Капот ЛТЗ-55. Примеряем капот МТЗ-80. Следующую кабину примеряем с старого МТЗ. Малая кабина. Но, опять же, по сравнению с родной, кабина смотрится довольно круто. Примеряем капот ЛТЗ-55. Прикольный вид получается. Опять же, ставим капот МТЗ. Сравниваем с трактором МТЗ. Сравниваем с трактором МТЗ. Следующая большая кабина от МТЗ. Конечно, она намного тяжелее предыдущих, но все-таки примеряем. Колеса раздвигать на модели я не буду. Нам просто посмотреть, как будет выглядеть. Опять же, на модели кабина смотрится круто. Примеряем различные варианты капота. Опять же, устанавливаем родной капот МТЗ. Сравниваем с трактором МТЗ-82. Довольно круто. Опять же, не отличить практически. МТЗ-55 преображает весь вид. Сейчас поменяем цвет. И опять же, такой трактор есть в оригинале. Заходим на канал к автору, кому интересно. Рамиль писал в комментариях примерить кабину Т-25. Ну и здесь самая сложная потребуется переделка. Потому как родная кабина с креплением, она не подойдет по крыльям на трактор Т-40. Вот, смотрим. Хоть 3D-модели немножко искажают вид, но это действительно будет по факту. Мы берем каркас, двери, а оставляем родное крылье Т-40. Попробуем примерить. Ну, уже получается поменьше переделок. Просто нарастить каркас передней части кабины. Нарастить дверь и боковую стенку, где форточка. И уже совсем другой вид. Ну, зашить под крыльями, это кому как удобно. Продолжение следует... Опять же, с такой кабиной есть трактор. Смотрим, как выглядит трактор в действительности. Кому интересно, заходим на канал Каутеру. Значит, по работе тут, в принципе, ничего сложного. Старая кабина просто изрезалась. По крыльях. Все, где стоят на местах. Далее, здесь стойки. Далее, он кликается спереди. Такие же сами стойки. Тут поставлены. Зато, если не видно. Надеюсь, видео было интересно. На сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотры. Оставляйте свое мнение в комментарии. Пишите, какая из кабин вам больше понравилась. Всем здоровья, удачи, до новых встреч.